Спасибо, уважаемые коллеги. Я постараюсь ответить на вопрос, что такое тримса в англосаксонской денежной системе, и главное, почему эта тема вообще заслуживает нашего внимания. В этой системе тримса выглядит аномально. Если прочие денежные и счетные единицы и их вероятное соответствие зафиксированы минимум десятки раз, то тримса на 3 миллиона слов во всем древнеанглийском корпусе противоречиво представлены лишь в 7 источниках. Уверена, можно только установить этимологию этого слова, произведенного от латинского названия поздней имперской золотой монеты, достоинством в треть солида – тримиссис. Хотя в Англии такие монеты, скорее всего, назывались в это время шиллингами в кентских законах. Во всяком случае, такое мнение предложил еще в 61 году Филипп Грирсон, и насколько я знаю, оно до сих пор неопровергнуто. С массовым переходом всей Западной Европы на серебро, начиная с последней четверти VII века, ограниченное хождение золотых тримиссис, как местной, так и импортной чеканки, как бы они здесь ни назывались, в Англии прекращается вовсе. В остальном же суть англосаксонской тримса туманна, как и ее орфография. Ранний Эпенолерфордский глоссарий и на его основе чуть более поздняя рукопись 144 из собрания Корпус Кристи Колледж используют тримсы для леммы ас. Но сама фраза крайне странная. Никаких кожаных асов, никаких кожаных денег в Англии никогда не было. Если кто-то из коллег может подсказать, я буду очень благодарен. На первый взгляд, понятнее текст из Лейденского глоссаря примерно того же времени. Хотя и здесь не совсем ясно. То ли это три солида составляют тримсу, то ли наоборот, три тримса равны солиду. Во всяком случае, публикатор этого памятника, Ян Хенсельс, допускал обы толкования. В другом фрагменте Лейденский глоссарий дважды повторяет, что солид состоит из трех аргентеи. В таком случае тримса либо состоит из девяти серебряных динариев, либо сама синоним серебряного динария, потому что динарий и аргентеус это, в общем, как известно, взаимозаменяемые синонимы. Более того, там же считаем, что три солида составляют статир. В таком случае статир должен состоять либо из девяти, либо из четырех тримс. Тримсы используются и в переводе так называемого гербария псевдоапулея, ботаника медицинского сочинения IV века. В гербарии тримсы переводятся драхма, используемая здесь для определения веса дозировок ингредиентов для снадобий. Однако, как видно из комментариев, в современного издателя Хьюберта Яна Дефринда, приведенных на слайде, точные значения непоследовательны. Среди источниковедов нет согласия, когда гербарий мог быть переложен на английский. Дефринда допускает, что первый перевод мог быть выполнен во времена нортумбрийско-культурной гегемонии VIII века, но доказать это уверенно невозможно. А все три сохранившиеся рукописи датируются XI веком, плюс есть еще одна ранне-среднеанглийская рукопись XII века. Наконец, тримса один раз появляется в глоссах на нортумбрийском диалекте к Лендесфаранскому Евангелию, датируемых несколько ранее 970 года. В известном чуде со статиром глоссатор по имени Альдред перевел латинский оригинал выражением «четыре тримсы». Насколько я могу понять, библеисты считают, что под этим единичным новозаветным упоминанием статира скрывается тетрадрахма. Следовательно, Альдред, как и неизвестный переводчик Гербария, также связал тримсу с драхмой. Не совсем ясно, как это должно сочетаться с лейденским глоссарием, где, как я говорил, статир равен либо тоже четырем, либо девяти тримсам. Первый расчет совпадает с текстом Альдреда, но второй с реальным соотношением тримиссис и солида. Короче говоря, все эти данные плохо выстраиваются в одну картину и порой просто противоречат друг другу, что подводит нас к неутешительному выводу. Переводчики англосаксов в принципе не отличались строгой последовательностью. Для экономии времени я не стану перечислять подробно все подобные противоречия, оставив лишь примеры из нескольких источников на слайде. В разных текстах одни и те же английские слова могут передавать разные греко-латинские термины, и наоборот, одни и те же греко-латинские денежные названия могут передаваться на народном языке по-разному, и все это может сочетаться в пределах одного памятника. Странно в принципе ожидать в условиях традиционного доиндустриального общества какой-то энциклопедической точности в терминах, тем более маргинальных. На слайде я даже привел две цитаты из еще одного глоссаря в подтверждение этой амбивалентности. Нумизматы, как правило, ограничиваются лишь констатацией факта неопределенности значения тримса. Мой же собственный вывод сводится к двум тезисам. Во-первых, раннее слово тримса, вероятнее всего произведено от латинского «tremisis», не закрепилось в древнеанглийском, возможно, из-за быстрого выхода золотой монеты с этим латинским названием из обращения. Но даже в тот короткий период ее хождения в Англии, судя по разнобою значений в источниках, эта монета здесь так не называлась. Поэтому, во-вторых, надо думать, что по тримсы в более позднее время в самом общем смысле широко понимали просто какие-то древние деньги, не встречавшиеся в повседневности. На этом, оказалось, доклад можно и завершить. Вполне естественно предположить, что во многих случаях деньги и соответствующие лексики вообще имеют лишь общее собирательное значение, особенно в библейских примерах, где важен символический смысл, а практические реалии раннесредневековым переводчикам вообще едва ли понятны. Мне представляется сомнительная попытка выстроить на этом какую-то последовательную картину, играя соотношениями весов, монет и названиями денежно-счетных единиц. Однако именно это и произошло с тримсой, что и обеспечивает актуальность темы. Ее седьмое появление приходится на один краткий древнеанглийский текст в современной науке, проходящий под условным названием «Законы северных людей», цитата из комментария которого я и взял в заглавие доклада. В интересующей нас сегодня части содержится список виргельдов, посчитанных как раз в тримсах. В них исчислены виргельды короля – 30 тысяч, и следующих пар рангов – архиепископа и этелинга – 15 тысяч, епископа и элдермена – 8 тысяч, королевского старшего управляющего и некоего хольда – 4 тысячи, и тена-мессы, то есть священника, дословно служитель мессы, и светского тена – 2 тысячи. Замечу, что только здесь встречается написание через «т». Я вернусь к этому в конце доклада. Загадочных северных людей по косным признакам отождествляют с нортумбрийцами. Конкретно две цифры из этого списка прочно укоренились в литературе. Это Вира Керла, то есть рядового свободного, посчитанная и в тримсах, и в мерсийских шиллингах, и Вира Тена, то есть как считается Нобеля, исчисленная только в тримсах. Керла, впрочем, в англосаксонском законодательстве, а если бы точнее почти исключительно в усекском, упоминаются многократно, начиная уже с законов короля Ина конца VII века. Исходя из текстологических сопоставлений параллельных иерархий, мы можем с большой долей вероятности заключить, что это та же социо-правовая группа или сословие, вергель которого оценивается в 200 шиллингов, и противопоставлена группа с вергельдом в 1200 шиллингов. Для простоту я буду называть последнюю сословием усекской знати. Она также присутствует уже с законов Ина, как, собственно, и упомянутые Тены. В первую очередь королевские. Однако те скорее представлены как функциональная, а не сословная группа. Это высокие слуги короля, его вассалы, если позволителен такой анахронизм. Правда, по причинам, о которых сейчас придется умолчать, видимо, к концу донормандского периода слово «тен» все-таки приобретает дополнительное расширительное значение «де-факто аристократ вообще». Однако, в отличие от Керлов, нигде в оригинальных древнеанглийских юридических текстах Тены не отождествляются с 200-шиллинговым вергельдом. Единственное донормандское исключение на, собственно, древнеанглийском составляет лишь один текст, тематический и авторством тесно связанный с законами северных людей, и потому также не являющийся независимым свидетельством. Об этом я скажу ниже. А далее следите за руками. В Мерсии шиллинг равен 4 пене, а в Уэссексе – 5. Применив несложную арифметику и сконвертировав заявленные 2000 тримс за вергельд Тена, мы получаем сумму в 6000 пене, что как раз составит 1200 шиллингов по Уэссекскому счету. В таком случае Тены – это не просто королевские слуги и не просто де-факто аристократы, но это действительно другое название Уэссекского де-юра сословия 1200 шиллинговой знати, так же как Керла – это другое название 200 шиллинговых рядовых свободных. Следовательно, объединив и спроецировав эту термонологию на прочие памятники, мы существенно обогатим наше представление о социальной системе. В качестве иллюстрации я дам только один пример, оставив несколько других на экране. В книге «Страшного суда» упоминаются тысячи Тенов. В историографии часто встречается объяснение, что речь идет о людях по своему экономическому положению, не отличавшихся от верхушки крестьянства, но юридически имевших повышенный вергельт, дескать, вот как разрос и привилегированный слой юридически оформленной знати. Правда, нас должно несколько насторожить, что и 1200 шиллинговая знать, и 200 шиллинговая простонародье известны только из высокского законодательства, а Тримса – это якобы нертумбрийская денежная единица, да еще и выраженная в мерсийских шиллингах. Не впадая в гиперскептицизм, я позволю себе сомнения. Как было установлено Дороти Бетарум еще в 50-м году, законы северных людей являются одним из пяти элементов так называемой компиляции о статусе за авторством йоркского архиепископа Вульстона. Вульстон был одним из ведущих интеллектуалов поздней донормандской Англии, а одной из его любимых идеологем было правильное устройство общества, чему, собственно, и посвящена компиляция. Исключая обратный перевод с латыни Лоренса Ноуэлла 1568 года, древнеанглийский оригинал законов северных людей сохранился в двух поздних рукописях в манускрипте 201 Корпус Кристи Колледж и так называемом Ротшерстерском кодексе. Текст в них незначительно отличается, и сами слова о северных людях встречаются только в открывающей строке кембриджской версии. Здесь я как раз позволю себе пожурить коллективного сказкина, потому что, как можно было видеть из предыдущей таблицы, в издании 1961 года текст был составлен из двух оригинальных рукописей и еще и позднего обратного перевода. Почему так они сделали, мне не до конца понятно, никаких комментариев они не дали. Но как бы то ни было, в кембриджской рукописи сразу же за законами северных людей следует третий элемент компиляции, так называемые мерсийские законы. Это то самое исключение, что я упомянул ранее. Здесь повторено, на этот раз уже эксплицитно, что по мерсийским законам «Вергельт Эна» равен 1200 шиллингам, «Вергельт Керла» – 200, а «Вергельт Короля» – 7200 шиллингам или 30 тысячам «Шиатас». «Шиата» – это при прочих равных архаичный синоним к слову «пенье», но вообще это довольно проблематичный термин. Эндрю Рабин – один из главных современных вольстановедов, на последние работы которого я во многом опираюсь. Правильно, на мой взгляд, настаивать, что все элементы компиляции нужно рассматривать как тематические и функциональные единые целые, не расчленяя их. Именно поэтому, среди прочего, я не считаю это свидетельство о Тенском Вергельде независимым, но об этом тоже ниже. Параграфы с 7 по 13 современной разбивки законов северных людей представляют наименьшие трудности. Они излагают условия приобретения простолюдиным Керлом Вергельды Нобеля. Стилистически они, несомненно, принадлежат Перу Вульстона, а содержательно и лексически вдохновляются законами Ины. Тримса же упоминаются в первых шести параграфах, как считается, не в Ульстоновской части, называемой неким древним нортумбрийским ядром всего текста. Последний, шестой параграф, выбивается из общего стройного ряда. Дора Тибетарум считала, что он относится к ядру, но я солидаризирую с мнением Рабина, считающего, что это вставка рукой архиепископа, призванная соединить текст с мерсийскими законами следующим элементом в компиляции. На эту связь, среди прочего, указывают очень подозрительные в кавычках совпадения в обоих текстах, которые я вывел на экране. Мейнстримная датировка предполагаемого ядра называется промежуток между 860-ми годами и 952-м. Так полагали в частности крупные специалисты Патрик Уормальд и Джон Хадсон. Эндрю Рабин более осторожен и не приводит точных дат, но все равно отрицает авторства Ульстона. В моей с ним переписке, даже после ознакомления с моими соображениями, главным аргументом он по-прежнему полагает стиль текста, в котором он не видит ярко выраженных вольстонизмов. Я позволю себе не согласиться с уважаемыми коллегами. Предложенная датировка отнюдь не бесспорна. Например, абсолютно численное, абсолютное большинство упоминаний должности королевского старшего управляющего относятся к позднему периоду, причем именно как у секского наместника. Отсутствие независимых носителей королевского титула в Нортумбрии после 952-го года само по себе не налагает запрет на его позднее появление, о чем я тоже скажу ниже. Орфография текста совпадает с поздневой секской, а не, скажем, с орфографией Лендисфаранский глосс. Можно было бы возразить, что это лишь язык наших копий, а протограф мог быть нортумбрийским. Но Бритва Акама подсказывает, что это излишнее допущение, поскольку орфография ротчерстерского текста существенно не отличается от кембриджской версии, хотя ротчерстерский писец прекрасно сохранил архаичную орфографию и язык кентских законов 7-го века. Но более всего я не могу согласиться с мнением Эндрю Раббина об отсутствии здесь выраженных вульстонизмов. Да, конечно, ритмика и синтаксис не вульстоновские, но зато лексика и общий посыл очень даже, примеры чего я привел на слайде. Утверждение же, что Вульстон добавил своих, так сказать, идей к этому ядру, порождает практически риторический вопрос. А что, собственно, в таком случае было в этих параграфах оригинального, если все идеи и выражения вульстона, та самая Тримса? Если мое неортодоксальное предположение верно, то постулируемое нортумрийское ядро – это лишь фантом, и все 13 параграфов написаны вульстоном от начала и до конца, что неизбежно возвращает нас к заявленной теме. А что он имел в виду под Тримсой, и зачем она ему вообще понадобилась? Как я уже говорил, одной из едва ли не идефикс вульстона, абсолютно прокоролевского интеллектуала, было правильное устройство общества, поскольку только оно и определено крестьянскому спасению. Как показал Эндрю Раббин, в своих законодательных сочинениях, призванных, среди прочего, исправить отклоняющиеся от этой нормы современное ему общество, вульстон иногда обращался к известному ему прецеденту в прошлом. Иногда дословно, иногда вольно перерабатывая эти тексты, архиепископ, по мнению Раббина, пытается выдать собственное представление за давнюю традицию. Региональные, так сказать, особенности тоже не обошлись без его внимания. В начале тысячных годов из-под его пера выходит историко-юридическая фикция под условным названием законы Эдуарда Старшего и Гутрума. В них, явно вдохновляясь столетней давности подлинным договором короля Альфреда и виканского вождя Гутрума, вульстон приписывает этим правителям якобы принятые ими церковные правила в Денло. Чуть более поздние законы северных людей и мирофийские законы отлично укладываются в такую парадигму. Если помните, я указывал, что нас должно несколько насторожить, что единственное якобы соответствует де-факто тенской аристократии де юра 1200 шиллинговой знати почему-то содержится в как будто бы неусекских законах. Само это отождествление, скорее всего, объясняется вульстоновой одержимостью внешней регулярностью. Как я говорил, нигде более оно независимо не встречается. Но далее архиепископ представляет якобы локальные нормы, во-первых, как, в кавычках, поразительно совпадающие с правильными, то есть на самом деле якобы единообразными усекскими порядками, а во-вторых, как ужасно древние. Напомню, что вторая часть законов северных людей неприкрыто копирует судебник Ина конца 7 века. Даже дважды повторенная в компиляции сумма королевской веры 30 тысяч, несмотря на различия в валюте, видимо, призвана отослать к уже имевшемуся процеденту в англосаксонской хронике под 694 годом. Также по, в кавычках, случайному совпадению усекскому. Пометуя о том, что Тримса, скорее всего, к 10 веку была неким туманным обозначением древних денег в принципе, причем, судя по глоссам к Ленинсфарнскому Евангелию, возможно с северной привязкой, становится понятным, как она попала в законы северных людей. Далее, конечно, только моя гипотеза, но как бы то ни было. Вероятно, Вульстон использовал Тримсу как локальный архаизм для достижения того же эффекта старины в этих якобы региональных нормах. Почему же в якобы мерсийских законах он оперирует шиллингами, а не Тримсами? Потому что местная система действительно опиралась на шиллинги. Однако и здесь Вульстон предпочел пересчитать их не на современные ему пени, а в более древние шиатос, появляющиеся в таком значении только в ранних кентских законах. Видимо, для нашего идеолога символизм цифр Вергельда был важнее их реального серебряного наполнения, потому что даже в тех же мерсийских законах в соседних строчках есть мнимое противоречие. 7200 шиллингов королевской виры по формуле из этого же текста должны вообще-то давать 28800 шиатос. Но Вульстон тут же пишет, что жизнь короля оценивается в 30 тысяч. Почему? Ну просто потому, что 30 тысяч это символичная и красивая сумма, к тому же она имеет прецедент в традиции, а 28800 нет. В Нартумбрии же в целях архаизации он выбирает представить такие же суммы по считанным в других, древних единицах. Здесь-то ему приходит на помощь Тримса. Очевидно, контаминировав ее собственно английским числителем 3, что и отразилось в орфографии, как помните, я упоминал об этом вначале. Вульстон переосмысляет ее как три пения, поскольку для него в кавычках правильный порядок в Уэссексе, где Шиллинг состоит из пяти пения, архиепископ переводит сумму благородного Вергельда, то есть 6 тысяч, по соответствующему курсу и получает 2000 Тримс. Арифметика сошлась. Еще раз, ему важно не реальное денежное содержание, количество пения, а символизм 1200 шиллингов. Но почему же в таком случае в шестом параграфе он переводит Тримса в мерсийские, а не в Уссекские шиллинги? Ответ дал упомянутый Эндрю Раббин, потому что следующий элемент в компиляции о статусе это якобы в кавычках мерсийские законы. Были бы на их месте так сказать в Уссекские, я полагаю, мы бы обнаружили цифру в 3333 Тримса. Чтобы получить по Уссекскому счету. Закольцовывая свой доклад, я возвращаюсь к обыгранной мною в названии цитате. Мне представляется, что Тримса никогда не была не только монетой, что у нумизмата в общем-то известно и без моего доклада, поскольку после раннего исчезновения Меревенского золота единственной постоянно чеканившейся английской монетой оставался только серебряный пение. Но Тримса даже не была и возможной счетной единицей. Вергельды никогда не считались в Тримсах. Это было одно из ранних вернокулярных заимствований распространения и в поздний период сохранивши лишь общее значение древние деньги вообще. Оно бы и оставалось в этом маргинальном статусе, если бы в силу этой семантики не было использовано Вульстоном в его идеологии правильного общества с опорой на якобы древнюю традицию, а на самом деле списанного с им же упорядоченных руссекских практик. В историографии же текст Вульстона получил широкое тиражирование, насколько я могу судить, среди прочего в силу созвучия с исследовательской повесткой XIX века и внешне простого содержания тогда авторствия. Данный текст, это я полагаю, в первую очередь выдача авторам желаемого за действительное. И обращение Вульстона с Тримсой, как мне видится, лишь дополнительно подтверждает это. Оно также льет воду на мельницу Эндрю Раббина, некоторое время назад усомнившегося в традиционной источниковой ценности всей компиляции о статусе, лишь принимающей облик и использующую риторику юридического жанра. Содержащиеся в ней утверждения не проверяются никакими другими независимыми памятниками. Называя вещи своими именами в донормандских источниках, мы практически ничего не знаем о Нортумбрийских и Мерсийских Вергельдах за пределами представления юрского архиепископа. А раз так, то выдвигавшиеся реконструкции социо-правовых систем в этих королевствах заслуживают широкой ревизии. Я смею думать, что этот кейс-стадий демонстрирует, как критическое источниковидение может стать на пути у широкого исторического нарратива, и насколько шаткими могут быть выводы, сделанные на буквально одном-двух упоминаниях редких денежных терминов, в том числе авторами с выраженной или предполагаемой идейной агендой. Спасибо. Продолжение следует...